В Якутске проходит третий фестиваль художественного творчества трудовых коллективов республики. В этом году на участие подано рекордное число заявок. Компанию «Алроса» представляют самодеятельные артисты Айхальского, Удачнинского, Мирненского и Нюрбинского комбинатов. Августа Степанова продолжит тему. Богатая российская культура в народных и эстрадных песнях и танцах. Свою концертную программу «Мирненцы» представили на сцене Дома культуры имени Алексея Кулаковского. Для конкурсных выступлений они подготовили новый репертуар. В него вошли больше 20 композиций. Мы взяли как стержень Алан-Хо, великое, чтобы его преподнести людям, чтобы заинтересовались, еще раз напомнить людям о этом великом произведении. И сюда, естественно, мы положили все народы, которые прибыли на землю Алан-Хо. Фестиваль творчества трудовых коллективов проходит в третий раз. 17 полуторачасовых концертов, 3000 участников. Их программа объединена одной темой. Судя по реакции членов жюри, выступления представителей «Алроса» доставляют немало положительных эмоций. Кстати, в состав экспертов вошли не только представители Федерации профсоюзов, но и заслуженные артисты Якутии. Люди занимаются специально, почти профессионалы. Хоть и работают где-то там в шахтах, где-то там экскаваторщики. И смотрите, как танцуют, как поют. Ну и руководители, видать, хорошие. Пока на сцене выступают музыканты, за кулисами идет не менее напряженная работа. Здесь артисты готовятся к выходу. Участники репетируют свои номера. Волнуются все, нервничают и их руководители. Ну немножко есть все равно, конечно. Это хорошее волнение, приятное волнение. Концерт проходит на одном дыхании. Песни и танцы народов мира, хореографические композиции, инструментальные зарисовки. И вот заключительный номер. История алмазной компании в формате 3D. Все, кто пришел сегодня в зал, получили настоящее удовольствие от талантов, от наших талантливых людей Мирнинского района. Я хочу сказать большое спасибо профсоюзу «Проф.Алмаз» за то, что они организовывают и привезли такое большое количество людей. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».